Всем привет-привет! С вами счастливые люди. Сегодня 28 мая 2017 года. Всех поздравляю Днём Пограничников. Мужа своего тоже поздравляю Пограничника. Гиб-гиб, ура! Сейчас гиб-гиб покажи его. Стучим пограничники. Вот пограничный столб делаем. Пограничный столб. Что мы и где мы находимся? Мы находимся в саду у себя. В честь пограничников мы решили сделать небольшой вот такой костер, где будет наш шашлык. Значит, сейчас Максим решетку положил. Это как это, обуглится? Чтобы это горело. Будем шашлычок небольшой делать. Сейчас курочку купили на 2 кг. Будем, короче, курочку кушать. И салат с капусточки там сделали с горячим чаем. В принципе, вот здесь наши дровишки лежат. А здесь Максимка мне полку ремонтирует. Переделаем. Переделаем, да. Хотим поставить вот в это место, как бы вот здесь только с внутренней стороны. У нас здесь воды нету, чтобы если приносим в 5-литровку туда складывать, чтобы культурненько у нас все было. Водичка нагревалась, чтобы там была. Такая полочка будет. Или яруса. Просто у нас здесь как-то типа беседки сделаны, видите, да? Столики, стульчики. Вот сейчас Максимка будет стул. Он хоть и к полу при этом прибит, чтобы не утащили. Не видно, наверное? Нет, не видно. А вот чуть-чуть видно, торчит. Максимка просто работает. Да, кстати, почему я в пуховике? Во-первых, новых шмаров сегодня очень холодно. Да, сегодня, кстати, очень холодно. Мы в куртках прям зимних. Я-то вообще в зимних штанах и в пуховике. Так вот даже работает. Ну вот. Пограничники. Пограничники. Ну все, будет что-то новенькое. Еще заснимем. Ну вот, пошел наш шашлычок. Видите, завалим мы его в пятилитровку. Запихали. С узким горлышком. С узким горлышком. Как получится, не знаю. Это курочка, как говорила. Сейчас Максимка вверх отрежет макушку, чтобы было удобно, потому что посуду как таковой у нас здесь ничего нету. А потом эту пятилитровку выкинем. Зато оттуда будем доставать и как бы, в принципе, уже укладывать в нашу решеточку. Ну вот так. Сегодня утром мне такая идея пришла в голову. Как бы, чтобы посуду много не таскать. А что делать приходится. Вот. Ну вот сейчас Максимка будет укладывать. Решетка. Мясо похудело, хорошо промариналось. Да, аж белое. В этот раз мы уксуса побольше налили. Яблочного налили и такого. Все для эксперимента. Нет, просто что было, ребята, то и налили. Отставал 100 немножко. Этого немножко. И получилось, что все неплохо. Вареновался часа 4-6, да? Да, ну, мы как-то пошли в особо в 12, время часов 6. Угу. 5-6 часов. Идет 5-6 часов. Сейчас помягче выберем без косточек мамочки. В больницу потом завтра понесу. Ну, остальное будем сами лопать. Ну, вот так вот. Там, кстати, лучок мы тоже какой был. Поэтому, в принципе, должно быть все неплохо. Получится. Ну, что получится, в любом случае вкусняшка. Вот так вот. А, что в маринаде-то у нас тут? У нас тут, значит, приправа для мяса была. Значит, перец, острый перец, черный, соль. Уксус яблочный и простой. То, что было. Не видно вам курочку нашу. Ну, и лук, и сама курочка, естественно. А, все это в маринаде нашем. Ну, вот первая партия. Партия 2 будет, да? Да, 2 будет. Где-то 2-2,5. Ну, как-то так. Ладно, посмотрим, что получится. По-моему, у вас мяско, мне кажется, висит и выпало немножко. Нет. А вот около лука, с моей стороны. А, да. Подгорит, а то. Надо положить хорошо. Ага, вот так вот. Вот так вот. Вот такая вкусняшка у нас будет сейчас. Ну, я, наверное, пойду сейчас стол вот этот разгребу, чтобы куда-то поставить нам нашу еду. А может быть, Максимка придумает, как раз полочку отремонтирует, мы прямо на полочке покушаем. Ну, посмотрим, если успеет, то полочку туда поставим. И прямо будем недалеко здесь кушать. Посмотрим сейчас. Ну, вот так вот поставили. Максим побежал за водичкой. Посмотрим. Водичку с собой принесли, кстати. Хотя у нас тут родник есть, но там комары и долго спускаться. Поэтому взяли такую полторушку. Думаю, что, в принципе, должно нам хватить на все процедуры. мытье рук и жарене шашлыков. Максимку задымили. Задымили Максимку. Их, там дым. Ну ладно, пожарится. Покажу. Забыли снять стол. Уже начали лопать. Ребят. Это у нас чай. Даже, да, сегодня без спиртного. В день пограничника, блин, пограничник называется. Охранять надо. Это соус. Соус с майонезом. Да, соус у нас самодельный и майонез. А здесь салат. Капуста с луком. А, капуста с луком. Зеленый нам очень, да? Это кусочек шашлыка. Маме отложили еще. Она у нас в гостях. С нами просто не захотела идти в сад. Вот. И тут у нас мой экспериментальный хлеб, который вчера я испек. Такая вот у нас полянка. Ну и Галина Владимировна с карапузом. Карапуз говорит, кушать хочу. Давайте, давайте. Мы кушаем. Мы уже кушаем. А вторая партия будет потом. Вот. Тут немножко дровишек накидал на вторую партию. Вот. Это, по-моему, такая слива у нас. Да. Что-то. Пельвишни или слива, да? Такие вот я принес еще. Деревяшечки. Деревья. Вот так. Здесь у нас будет вторая партия. Так. Ну вот у нас уже пошла вторая партия. Вторая партия. Вот она. Вкусняшная такая. Вот. Хлеб уже подлопали. Они хотели целую булку брать. Салат половинку тут съели. Майонез тоже с соусом чуть-чуть. Чай хорошо попили, слава богу. И вот закинули. Сейчас разжигаем на третью партию. Шашлычок. Для шашлычка. У нас вот чуть-чуть. Не большие кусочки не прожарились. Да. Большие вот. Ой. Большие кусочки. Видите? Не прожарились. Мы их там в кусты запрятали от всех. Не прожаренные. Какая-нибудь собака прелесть. Да. Вот просто у нас еще осталось. Видите? На третью партию. Чуть-чуть еще там. Лук в основном. И небольшие кусочки еще шашлыка. И будем в принципе сейчас второй пока долопаем и уже третий должна разгореться. Будут угольки для третьей партии. Ну все так-то. Будем ждать третью партию. Ну вот, ребята, это то, что осталось от костра. Уголечки все отлели. Уже, можно сказать, зола. Последний дымочек идет. Вот. Тут наша обжорка сидит. Облопались. Облопались, короче. Вот. Здесь у нас последняя партия шашлыков. А вот это пирог. Пирожок. Это сосед принес, короче, нам музыку. Сонечка пригласили его, короче. Он пришел со своими пирогами. Пироги у него картошка, лук, творог, короче. В перемешку. Такой необычный вкус. Вот так вот. Вот так вот у нас прошел выходной. 28 мая, день пограничника. Спасибо.